Добрый день, НРБК. Региональные новости. Мы вещаем из Аталия Крамплаза Уфа в студии Маргариты Гафарова. В Башкортостане могут построить еще два инфекционных госпиталя. Об этом сообщил вице-премьер, министр здравоохранения регион Максим Забелин на встрече с жителями Училинского района. По его словам, новые больницы могут появиться в Заурале и в западной части республики. Это связано с наступлением четвертой волны коронавируса. И вот, по словам главы ведомства, новые госпитали необходимы, чтобы не приходилось закрывать существующие отделения в больницах и останавливать плановый прием пациентов. В прошлом году в Башкортостане за короткие сроки возвели два инфекционных госпиталя. Первый в Зубово под Уфой открыли 30 мая. Его строительство заняло 55 дней. Стоимость объекта составила 1,8 млрд рублей, из которых 820 млн были направлены на приобретение оборудования. В случае полной загрузки больница готова принять 470 человек. В декабре же 2020-го в Стерлитамаке открыли второй инфекционный центр. На его возведение понадобилось 50 дней. Стоимость проекта составила без малого 1,5 млрд рублей. После окончания пандемии коронавируса больница будет работать как многопрофильная. И, к слову, в сентябре жители Училинского района подписали петицию. В документе говорится, что после объединения Училинской и Белорецкой станции скорой помощи время ожидания врача возросло, а также увеличились сроки получения результатов анализов. Региональный Росздравнадзор обещал проверить жалобу. Свыше 1,9 млрд рублей выплатило региональное отделение Фонда социального страхования переболевшим коронавирусом-медработникам с начала пандемии. Произведено более 14 600 выплат. Об этом РБК Уфа сообщил исполняющий обязанности заместителя управляющего регионального отделения Фонда социального страхования Решат Шенгареев. Из этой суммы более 85 млн рублей страховых выплат направлены родственникам медработников, умерших от последствий заболевания новой коронавирусной инфекцией. Ну, конечно, в случае смерти, у нас есть 37 таких случаев страховых. Мы выплаты осуществляем выгодоприобретателям, семье, детям, супруге, или супругу, так скажем. Это примерно 2 млн 700, около 2 млн 700 рублей единовременная выплата. Плюс еще по 125 федеральному закону об обязательном страховании, сейчас в случае на производство правозаболеваний, еще 1 млн рублей. Вот эта сумма распределяется по количеству имеющих право на эти выплаты. Решат Шенгареев также отметил, что страховых случаев становится все же меньше. Так, если в 2020 году ежедневно поступало до 200 заявлений на единовременную выплату, то сейчас порядка 30-50 заявлений в день. Специалист связывает такую нисходящую тенденцию с массовой вакцинацией от коронавирусной инфекции. И к другим темам. К развитию туркомплекса «Мурат Тугай» в Бурзианском районе привлекут инвесторов. На частные средства будут построены гостиницы и торговые павильоны на территории комплекса. Об этом сообщили в «Башкульт наследий». В первую очередь власти рассмотрят предложение местных бизнесменов. Главное условие – возводить объекты согласно генплану развития инфраструктуры и благоустройства территории. Вот согласно документу, в 2021 году снесутся некапитальные строения на землях туркомплекса. Там предусмотрено строительство торговых павильонов, центра, досуга, гостиницы и общепита. Все они будут оформлены в едином стиле. Также в «Мурат Тугай» появится парковка на 200 легковых автомобилей и 10 автобусов. Проектом предусмотрены места для кемпинга с освещением и электричеством, а также санузлы с раздевалками и душевыми, спортивные и детские площадки. Появится и прогулочная зона. Она станет своеобразным буфером между территорией музея Шульганташ и заповедником. Берег реки Агидели благоустроит. В будущем там появится причал для катамаранов, пристань с понтоном, пляж и смотровая площадка. Местность «Мурат Тугай» обеспечит водопроводной водой. К концу 2022 года планируется провести газ. Общая стоимость предусмотренных концепций развития туркомплекса мероприятий не раскрывается. Аграрии Башкортостана заинтересовались опытом казахстанских производителей халяльной мясной продукции. В рамках визита в Среднеазиатскую республику представители АПК региона побывали на заводе «Целинное» – самом крупном предприятии Казахстана в этой области. Как сообщили в Минсельхозе республики, аграрии изучили опыт коллег как по производству и сертификации продукции, так и по его поставкам в другие регионы и страны. Кроме того, представители Казахстана пригласили принять участие в шестом фестивале продуктов «Наш бренд», который состоится в Башкортостане с 25 по 27 ноября, чтобы продолжить диалог и, возможно, достичь договоренности о дальнейшем сотрудничестве. Аграрии республики с интересом ознакомились с процессом сертификации халяльной продукции на крупнейшем заводе в городе Наш-Ултан. Потому что в республике Башкортостан есть хорошие возможности для выпуска халяльной продукции, но пока что еще недостаточно освоена сама сертификация. Поэтому вот этот опыт, которым обладают коллеги из Казахстана, был очень интересен нашим аграриям. Они с удовольствием ознакомились с этим процессом. Напомню, делегация Башкортостана находилась в Казахстане с официальным визитом с 28 по 30 сентября. В ее состав вошли политики и представители бизнеса. Добавлю, на сегодняшний день в республике работают около 30 предприятий, имеющих сертификат Центра развития индустрии халяль при Духовном управлении мусульман Башкортостана. При этом, по данным Центра поддержки экспорта республики, до тысячи башкирских производителей халяльной продукции готовы экспортировать свои товары в страны Ближнего Востока, Европы и Северной Америки. Спрос в этих странах на такую продукцию растет с большим потоком мигрантов-мусульман. Сертификат халяль открывает региональным компаниям новые рынки и возможности. И в завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня, доллары и евро растут. Американская валюта поднялась на 25 копеек, курс 72 рубля 92 копейки. Евро вырос на 15 копеек, до 84 рублей 45 копеек. И лучшие обменные курсы к этому часу – покупка и продажа доллара в банке Финам за 72 рубля 67 копейка и 72,96 соответственно. Наиболее выгодный курс покупки и продажи евро тоже в банке Финам за 84,31 и 84,62. Это были региональные новости. Оставайтесь на РБК. Редактор субтитров А.Семкин